СЕРК УСОВ ПОПАДАНЕЦ В ТОЛАРЕЮ КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ ГЕРЦОГ РЕСФОРТС ГЛАВА ПЕРВАЯ В узкое, зарешеченное окошко школьного карцера было видно только небольшое пространство возле дровяного склада. И для того, чтобы полюбоваться этим простым и унылым видом, Фрину надо было немного подпрыгнуть, уцепиться за прутья решетки и подтянуться, что тринадцатилетнему пацану было не так-то и просто сделать. В небольшой четыре на четыре шага камере ничего не было, кроме сделанного из того же магического мрамора, из которого была построена и сама школа, широкого выступа вдоль левой стены, на котором могли спать провинившиеся ученики. Фрин услышал, как лязгнул засов соседней камеры. Не проголодались еще, Крес? Вот ваш завтрак. Голос цадия, пожилого угрюмого раба госпожи Кары, их школьной директрисы, звучал сочувствующе. Раб жалел своих учеников, которым выпадало какое-нибудь наказание, хотя именно он по приказу своей хозяйки выполнял, помимо обязанностей дворника, ремонтника и истопника, еще и должности тюремщика и экзекутора. Сочувствие к ученикам не мешало ему относиться и к последним обязанностям всегда ответственно. Свою хозяйку он не столько боялся, сколько уважал, и все ее поручения выполнял добросовестно. Впрочем, такое же уважение к госпоже Каре было и у учеников школы. Всегда выдержанная, одинаково требовательная ко всем своим воспитанникам, независимо от их происхождения. Она не выделяла из них любимчиков. Хотя Фрин подозревал, что по отношению к нему она более снисходительна, пусть внешне это никак и не проявлялось. Тем не менее, Фрин был уверен, что если бы в драке с Кресом участвовал кто-нибудь из других учеников, а не он, то стоянием коленями на горохе и карцером на сутки наверняка бы не обошлось. В столярной мастерской Уцадия, в высокой плетеной корзине рядом с лавкой, всегда были на готове свежие розыги. Так и Фрин ждет свой завтрак, бормотал раб, открывая запор двери в его камеру. Вот, ешь, сказал он, входя и доставая из-под крышки большой корзины глубокую тарелку, флягу и сверток. Обедать будешь, я слышал уже в госпитале. Одной из причин особого отношения к нему директрисы, как предполагал сам Фрин, было то, что он, будучи хоть и не сильным магом, сумел освоить заклинание исцеления. А другой причиной то, что он не отлынивал ни от занятий, ни от вечерней работы в госпитале, где он помогал лекарям, не обладавшим магическими способностями лечить больных и раненых. Пусть он и не обладал такой огромной магической мощью, как у графини Улли Ришотел, но магия есть магия, даже слабая, как у него. Она вытаскивала из объятий смерти, казалось бы, совсем безнадежных пациентов. Жаль, что скидок в учебе ему за это никто не делал, да и из-за плохой поведения по головке не гладили. — Крес! — крикнул он в открытую рабом дверь, когда тот выходил из камеры. — Ты меня прости за вчерашнее. Я сам не знаю, чего так разошелся. — Это ты меня прости, Фрин, глухо раздалось из-за закрытой двери камер товарища. — И спасибо, что исцелил синяки, которые сам и поставил. — Вот молодцы какие! — похвалил их цадий, закрывая на засов дверь. — Только лучше бы вы вчера друг дружке мордой не били, — добавил он, уже удаляясь по коридору. — В следующий раз чую, хозяйка точно вас на лавку ко мне отправит. — Голодом в карцере не морили, и даже порции тут были не меньше, чем в школьной столовой. Фрин свернул тюфяк, лежащий на мраморном выступе. Не только голодом морить, но и портить здоровье провинившихся школьников с паньем на холодном камне никто не собирался. И разложил принесенную еду. Здесь, не в общей школьной столовой, а в одиночестве, он вдруг вспомнил, как первый раз в стенах школы наелся до отвала, и как директриса ругала Лидору, повариху, когда ему стало плохо от переедания. Фрин старался меньше вспоминать о прошлом, в котором кроме холода, голода и побоев практически ничего и не было. Он не знал ниоткуда он родом, никто была та женщина, которую он мог бы называть своей матерью. Осознал Фрин себя, насколько он помнил, в каком-то обозе, который, казалось, бесконечно долго откуда-то и куда-то ехал. Помнил чью-то красную мужскую рожу, которая постоянно на него кричала. А потом он оказался на одном из постоялых дворов возле города Эллинса, что был на сотню лик южнее Немеи, второй столицы Венора. Но про географию эту он узнал уже здесь, в школе. А тогда он был оставлен на том постоялом дворе, где с тех пор и до семи или восьми лет, он и сам не знал свой точный возраст, работал во дворе, убирая мусор и подметая дорожки. Видимо, тот красномордый мужик, как теперь понимал Фрин, был не очень-то и плохим, раз не охолопил его и не продал в качестве раба, кто бы там стал разбираться, а просто бросил. Потом были какие-то злые вооруженные люди, которые разграбили и чуть не спалили все постройки двора. Семья владельца постоялого двора оказалась в таком положении, что и себя-то с трудом могла прокормить. И снова Фрин оказался в обозе, с которым и прибыл в промзону. Предоставленный сам себе, он занимался паденными работами у разных хозяев и попрошайничеством. Один раз даже удачно украл почти треть лотка булочек у зазевавшегося пекаря. Когда в нем проснулся магический источник, он чуть не умер, но как-то выкарабкался. На него положил глаз один из мастеров-кожемников и хотел забрать к себе, но тут-то и появились те, о ком в промзоне и не только, говорили полушепотом и оглядываясь. Убирая к порогу использованную посуду, Фрин усмехнулся, вспомнив, как он плакал и скулил, когда узнал, что его схватили вездесущие люди страшного барона Нечая Убера. «Фрин, так тебя уже выпускают?» «Не ори!» — тоже крикнул через две двери и коридор он Кресу. «Услышат, что шумим, точно высекут». «Да кто услышит-то?» — продолжал кричать Крес. «В школе одни рабы остались, остальные на карету пошли смотреть, на большую, которая по рельсам поедет». Крес был прав. Кроме обслуги в школе сейчас никого нет. «И если бы не вчерашняя драка и последовавшие за ней наказания, то и они бы вместе с учителями и со всеми учениками, оставшимися при школе на летние шестидекадные каникулы, тоже бы пошли смотреть на очередную интересную придумку их герцога. Да и ученики из благородных и состоятельных семей, которых распустили на каникулы по домам, наверняка там будут. Какой дурак пропустит такое зрелище? «Меня в госпиталь работать заберут. А вернут сюда после работы или нет, я не знаю», — ответил он. «Вряд ли вернут. Фрин, купи пирожных, будь другом. Я перед каминой извинюсь. Я тебе деньги потом отдам. Ладно. То, что Крес вернет деньги за покупку, Фрин не сомневался. Среди учеников школы обман не приветствовался. К тому же Крес всегда был при деньгах. Его отец из невладительных благородных служил начальником штаба второго кавалерийского полка, стоявшего лагерем в десятке лик от Пскова. Но перед самым началом летних каникул полк в спешном порядке перебросили к границе с Саароном, а матери у Креса не было. Так и получилось, что он остался при школе вместе с тремя десятками учеников из разных классов и курсов, которым, как и Фрину, некуда было податься. А вообще, как бы госпожа Кара и учителя не старались уравнять всех учеников, это не получилось. Часто благородные и богатые дети держались по отношению к своим однокашникам высокомерно и пренебрежительно. Впрочем, на Фрина, часто лечившего своих товарищей от всяких ушибов, полученных ими на занятиях по гимнастике, такое отношение не распространялось. В школе были строгие правила, говорили, что установленные самим герцогом. Однажды во время своего дежурства в классе он услышал разговор госпожи Кары со стариком Лотусом, учителем магии. Директриса сказала тогда, что в тех дальних краях, откуда прибыл герцог Олег, только дети черни и простолюдинов учились свободно, и им разрешалось прогуливать занятия и бездельничать. Якобы некоторые владетели даже поощряли таких детей к тому, чтобы те больше времени развлекались, ходили на всякие уличные мероприятия и росли бестолковыми. Но вот дети самих владетелей всегда содержались в строгости и учились в закрытых пансионах. Им за малейшую провинность грозило жесткое и неотвратимое наказание. А уж чтобы прогулять занятия, об этом и помыслить никто из них не мог. Из случайно услышанного разговора Фрин понял, что герцог и правда хочет в недалеком будущем получить себе из учеников школы надежных и толковых помощников. Не зря же в каждом классе над учебной доской, кроме изречения герцога Олега Ресфорца «учиться, учиться и учиться», висело и другое его изречение «благородство по уму определять буду». «Все, выходи, Фрин», — сказал цадий, укладывая грязную посуду в корзину. «Посыльный из госпиталя уже прибегал. До обеда еще далеко. Зайди к Лидоре. Она тебе там кое-что вкусненькое приготовила». Лидоре еще достаточно молодой женщине, работавшей поваром в школьной столовой Фрин, подлечил зрение, и она всегда старалась его подкормить. Правда, он был не единственным ее любимчиком. Все худые мальчишки и девчонки из сирот или нищих семей Лидорой подкармливались сверхустановленных норм. Это, конечно, было нарушением, но госпожа Карра, наверняка, зная об этом, она вообще была в курсе всего, что происходило в школе и вокруг нее, смотрела на такое поведение своей рабыни скорее благожелательно. К тому же подкармливались ученики не за счет других. Школа вообще обеспечивалась всем необходимым с избытком, а ученики из сирот и черни, кроме бесплатной еды и одежды, получали и на карманные расходы. Для кого как, а для Фрина 15 тугриков в декаду школьной стипендии и 25 за подработку в госпитале были огромными деньгами. Раньше, до того, как он попался в руки агентов полковника Нечая, он и мечтать не мог, что будет получать такие деньги, да еще и на всем готовом. «Фрин, не забудь!» — напомнил о своей просьбе Крес. «Не забуду!» — пообещал молодой маг. Из кухни на ходу съев три еще горячих пирожка с малиной, Фрин поднялся в свою комнату в общежитии, которую он делил еще с двумя учениками с курса младше, быстро принял душ и переоделся из подменки, в которой отбывал наказание карцером в рабочую одежду. На выходе из комнаты он неожиданно столкнулся с каминой своей одноклассницей, из-за которой, собственно, вчера и случилась у него драка. Еще квартал назад девушка имела неосторожность поделиться с подругой тем, что влюблена в самого герцога Олега. На следующий день над ней смеялась уже вся школа. И хоть за прошедшие декады накал насмешек заметно снизился, все равно временами камине приходилось опять злиться и краснеть. Нет, будь она поздоровее телом или обладая склочным характером, возможно, все бы и быстро закончилось. Но эта с детства недокормленная сверстница Фрина не отличалась ни тем, ни другим. Крес, неплохой, в общем-то, парень, любил иногда подшучивать над своими товарищами и подругами. И это удивительным образом совмещалось у него с тем, что сам он шутки над собой не терпел и часто лез в драку при малейшей насмешке над ним. Наверное, половину розок у цадия тратилась на задницу Креса. Так и в этот раз. Стоило ему в ответ на свою подначку в адрес безропотной камины услышать от Фрина шутку в свой адрес, как он тут же вспылил. Вчера госпожа Карра так и вовсе пригрозила написать его отцу в полк, что изрядно напугала дручуна. Отца он не боялся, а очень любил и уважал, и не хотел его огорчать. «А ты чего на карету не пошла смотреть не очень дружелюбно?» — спросил Фрин одноклассницу, обходя ее и двигаясь к выходу из общежития. «Я с тобой в госпиталь. Насмотрюсь еще». Камина тоже была магом, еще более слабым, чем Фрин. Кроме боевых заклинаний пламя и сферы, ей удалось выучить пока только сохранение, но в госпитале она помогала, работая простой санитаркой. Помимо денег, которые этой дочери нищих были нужны, она все время ожидала приезда герцога, иногда наведывающегося в госпиталь, как и в другие присутственные места, кроме, пожалуй, школы, шефом которой была его сестра графиня Ришотелло. Никакие насмешки совсем не влияли на надежды камины. Так, с хвостом в виде своей одноклассницы, коллеги по лекарскому делу и подруги, он и вышел из школы. Город, возведенный гением герцога и магической мощью его сестры, потрясал воображение. Здания, проспекты, тротуары, мосты, городские стены и башни, все возведенное из неразрушимого магического мрамора различных цветов и оттенков, привели Фрина в восторг в первый миг, как он попал в Псков. И с тех пор этот восторг не только не утихал, а только усиливался. Они шли по широкому центральному проспекту, который теперь отделялся от рядов зданий не только густыми аллеями фруктовых деревьев по обе стороны от него, но и проложенной совершенно недавно рельсовой дорогой для конки очередной идеи герцога. С моста через Псту, проходя по которому Фрин всегда задерживал шаг, чтобы полюбоваться этим красивым сооружением и видами с него, он особенно долго смотрел на новый, хоть и не огромный, но величественный герцогский дворец из магического мрамора ослепительно белого цвета. Говорят, правда, что сам герцог и его сестра там редко появляются, проводя время в разъездах по герцогству, посещая производство и стройки, многим из которых без личного участия его или графине было бы не обойтись. В последнее время герцог все чаще выезжал в полки. Как сказал Штернит, их учитель истории, похоже, что в воздухе запахло войной. — Ну, ты чего встал, Фрин? — девушка нетерпеливо топталась рядом с ним, кивком подбородка указывая вперед. — Тот и сам видел этого невозможно было не заметить, огромную толпу в начале проспекта, которая продвигалась в их сторону. — Пойдем скорее, — согласился он, отмерев и резко ускоряя шаг. — Так что иконку посмотрим, — чуть запыхавшись, говорила Камина. Ей, чтобы успевать за Фрином, приходилось почти бежать. Казалось, что посмотреть эту новую диковину вышел весь Псков. Чтобы не быть затоптанными встречным потоком людей, бегущих или идущих быстрыми шагами рядом с тянувшейся двумя лошадьми-тяжеловозами огромной каретой, Фрину с каминой пришлось забиться почти в самый центр аллеи. К своему восторгу ему удалось хорошо разглядеть это чудо, и ничем иным, кроме как чудом, это было бы сложно назвать. Всего две лошади, пусть и мощных, легко и плавно тянули огромную карету, в которой только с одной стороны он насчитал целых семь окон, через которые были видны сидевшие внутри семьи самых именитых владетелей баронства. Он не смог их сосчитать, но, по его прикидкам, там разместилось человек тридцать, не меньше. Когда карета проехала мимо них, им с камины пришлось еще ждать, пока пройдет восторженно шумевшая толпа, среди которой он приметил не только жителей города, но и виденных им позавчера на Дворцовой площади представителей городов и вольных, теперь уже бывших, поселений. Школьники тоже присутствовали при том торжественном моменте, когда представители всех городских мэрий и магистратов, поселковых управ добровольно отказывались от своих древних прав на самоуправление и умоляли герцога Ресфорца взять их под свое прямое, справедливое и мудрое управление. Три раза они обращались к нему с такой просьбой. Фрину даже стало жалко этих людей, когда он подумал, что их мольбы останутся безответными. Да и не он один так думал, особенно когда герцог уже собирался возвращаться к себе в дворец. Но все же с третьего раза, благодаря заступничеству уже самой графини Ули Ришотел, герцог согласился. Правда, он поставил и свои условия, но их в криках всеобщего ликования никто особо и не слышал. «Как здорово, Фрин!» — засмеялась Камина. «Даже не верится, что скоро и мы так будем по городу ездить!» «Ну да, если тебе, тугрика, не жалко!» — буркнул прижимистый Фрин. Впрочем, сам он тоже решил обязательно прокатиться. В каком еще городе, кроме как в городе герцога Олега Респорца, простолюдин может ездить в карете? Редактор субтитров А.Семкин